Хорошие мои, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я хотела бы познакомить вас с классным недорогим косметическим брендом. Это косметика Limony. С этим брендом я познакомилась достаточно недавно, и у меня уже появились свои любимчики. Это как раз классные бюджетные находки, про которые я хотела бы вам сегодня рассказать. Если вам интересно посмотреть, как я делала этот макияж при помощи продуктов от косметики Limony, как я их тестировала, какие средства мне понравились очень, а какие нет, то обязательно продолжайте смотреть. Ну что, давайте начнем. И как видите, я сейчас полностью без макияжа. И первое, что мы будем с вами тестировать, это будет тональное средство Satin Foundation. Satin Foundation. Он у меня идет в оттенке 02. К сожалению, сейчас этот оттеночек будет мне немного темноват, но я все равно постараюсь нанести, показать вам, как он перекроет, покраснение, высыпание. Заявлено, что это тональное средство матирующее, то есть у него матирующий финиш, как раз то, что мне нужно, то, что я обычно ищу в тональных основах. И также написано, что он будет немножко увлажнять кожу. Давайте тестировать. Здесь есть очень удобная помпа. Я решила сесть к вам немножко поближе, чтобы вам было нагляднее видно, как перекрывает тональное средство. Вот видно, что оно чуть-чуть темнее, но все равно давайте попробуем. Я нанесу на эту половинку лица. Тональный крем, кстати, очень здорово наносится пальчиками, вот что я поняла. Я думаю, этот оттенок я точно оставлю до лета, потому что он значительно отличается от моего цвета кожи. Но покрытие действительно матовое. У него достаточно легкая плотность покрытия. Я бы назвала это, знаете, таким флюидом с матирующим эффектом. Я бы его вот как раз использовала летом, когда высыпание минимум, и кожа сильнее жирнится, когда хочется более матового покрытия и более легкого. В принципе, его не так заметно на лице, но, тем не менее, он не перекрыл, как я уже сказала, моих покраснений. Их заметно, я их перекрою дополнительно уже консилером. Тональный крем также может подчеркнуть уже имеющиеся у вас шелушинки, так что обладательницам сухой кожи я бы его не советовала. Вот девочкам с нормальной, с комбинированной кожей, у кого нет видимых недостатков. Я немножко добавила консилера, чтобы сгладить общую картину и чтобы я не выглядела слишком темной. Я, кстати, очень давно не снимала для вас тестирование различной косметики. Если вам нравятся такие видео, то ставьте пальчики вверх. И давайте будем тестировать следующий продукт. Косметика Лимонии имеет очень доступные цены, поэтому я заказывала тут всяких различных продуктов, чтобы мы с вами успели потестировать. И один из них это вот тени для бровей в рефиле. Оттенок, я думаю, я идеально подобрала. И также тени для глаз. Это светлые тени на подвижное веко. Именно примерно такие оттенки я использую на каждый день. А здесь такой бежеватый и светлый цвет шампанского, хотя он с переливом в розы. Мы тоже с вами сегодня протестируем. Самое главное, чтобы они не сыпались, но и хорошо держались. Сначала я расчесываю щёточкой, укладываю брови по форме. И теперь кисточкой буду набирать тени. О, они сыпятся. Это чудесно. Так, давайте попробуем. О, как здорово! Ну вот, я научилась заказывать и подбирать цвета. Это уже второй заказ, когда я через интернет заказываю тени для бровей. И оттенки совпадают. Ну, в смысле, не совпадают, подходят идеально мне. Посмотрите, как здорово! Вот я буквально сделала пару штрихов, и уже видна разница. Что очень здорово, эти тени очень бюджетные. Это оттеночек 0,4. И, кстати, косметика Лимони делается в Италии, что здесь, кстати, написано. И этого рефила вам хватит очень надолго, что здорово, потому что тени для бровей у меня всегда долго лежат. Они заканчиваются, если я не пользуюсь одними и теми же тенями на протяжении, там, года. Посмотрите, как здорово! Вот серьезно, буквально пару взмахов кисточкой, и уже брови оформлены. Мне очень нравится, что тени не пылят при нанесении кисточкой, когда я кисточкой набираю продукт. И также, что они не осыпаются, когда я наношу на бровки. То есть это очень яркий пигмент. Это точно то, что мне нужно. Обязательно присмотритесь, у них тоже различные оттенки. И вот для такой же брюнетки, как и я, я обычно на видео немножко темнее, чем в жизни. Но вот угадала с оттенком, чему я безмерно рада. Следующее, что я заказала от бренда Limony, это румяна и скульптурирующая пудра. Как вы видите, оттенки тоже потрясающие. Румяна мне напоминает, я тут рядышком с собой положила, напоминает мне румяна от MAC, мой любимый Pink Swan, который просто не хотят заканчиваться. А румяна от Limony идут в оттенке 0.7. Вот, посмотрите, какая красота. Давайте для начала я нанесу скульптурирующую пудру. Просто мне захотелось показать вам, что это замечательно красивый оттенок. И скульптурирующая пудра. Тон 0.1, самый светлый. Красивого, правильного серо-коричневого, такого холодного подтона. Я затемняю область, выделяю свою щечку. Прохожусь по валу лица. Какие они чудесные, очень мягкие. Здорово растушевываются. Мне безумно нравится, как они растушевываются, как они наносятся. Не ставят пятен и настолько естественный натуральный эффект. Вы видите, что я визуально скинула, ну так, килограмма два. Поэтому я очень люблю использовать скульптурирующую пудру. Вот буквально чуть-чуть. И ваше лицо выглядит стройнее. Щечки, кажется, меньше. Очень здорово. Вот темнее я бы явно не взяла. С румянами не совсем бюджетными все хорошо. Они могут хорошо передаваться на свочах, на кисточке ложиться не так или наоборот. Вот такой оттенок очень хорошо освежает и подойдет на любое время года. Но вот переносицы они не так ярко, как мне бы хотелось бы. Хотя на кисточке их заметно. Зато это плюс. Вы не перебращите. Не поставите пятно. Очень красивый оттенок. Действительно, такие шелковистые, приятные румяны. Ну что, как вам? Мне кажется, очень даже хорошо. Вот со второго нанесения уже видим. Цвет на камере, как обычно, цвета съедаются. Так что если вы любите слегка добавить румянцы, то тоже присмотритесь к румянам в оттенке 0,7. Очень универсальный оттенок. Подойдет многим и брюнеткам, и блондинкам. А вот скульптурирующую пудру действительно это будет моим мастхэвом, который я буду вам еще не раз показывать. Еще один продукт, который я заказала, это тушь Максим Алис. Я помешана на тушах и в поисках той идеальной туши. Ну, несравненной, конечно, слэш сенсейшнл. Я решила попробовать это. У нее достаточно большая кисточка. И мы сейчас посмотрим, как она будет прокрашивать реснички. Будет ли мешаться эта большая щеточка. Я крашу реснички только тушью с силиконовой щеточкой. И, как я уже говорила, я люблю эффект таких ярких ресниц. Посмотрите. Думаю, вам видно, как круто эта тушь удлинила реснички. Кисточка довольно своеобразная. Не каждой, мне кажется, понравится такая большая кисточка. Но к ней можно привыкнуть. Ну вот, это тоже дает как раз тот самый эффект, который мне нужен. Эффект кукольных ярких ресниц, немножко склеенных. И супер длинных, очень красивых. Давайте я во внутренний уголок глаза нанесу оттенок 0,7. Бежевые тени для глаз. Я хотела их нанести во внутренний уголок. Можно также нанести на все подвижное веко. У них очень красивый перелив. Можно использовать в качестве хайлайтера. Тени не пылят. Можно... Давайте я добавлю немножко на подвижное веко. Просто мне так сильно хотелось попробовать тушь, что я аж совсем забыла про тени. Мне нравится, когда тени идут в реофильчиках. Можно собирать, знаете, в таких палетки на магните и собирать те оттенки, которые вы чаще всего используете. По-моему, у Inglot есть такие магнитные палеточки. Следующее средство, которое я заказала, и которое, конечно же, я должна была протестировать, это помады и карандаши для губ. Я заказала такой коричнево-карамельный карандаш в оттенке 16-м и две увлажняющие помады в 204-м и в 211-м оттенке. Сразу скажу, что 211-й оттенок помады мне не очень понравился. Он хорошо мне подошел, но у него слишком ярко выраженный металлический блеск, который на самом деле сейчас очень популярный и очень много сейчас на рынке вышло помад с металлическим отливом. Но для меня это слишком, возможно, для какой-то вечеринки куда-нибудь на выход. Сегодня к этому макияжу я хотела бы использовать и показать вам в действии безумно крутой карандаш. И также увлажняющую помаду, тоже в таком же оттенке, карамельно-коричневый. Мне, знаете, мне очень нравятся карандашики, которые выполнены именно из дерева. Во-первых, их очень удобно точить. И этот карандаш очень мягкий. Я лишь слегка надавливаю и веду им. И приятно наносится. То есть это как раз тот случай, когда карандаш можно использовать вместо матовой помады. Вначале увлажнить губы, промокнуть салфеткой и ввести карандашик для губ. Безумно красивый оттенок. Вы могли заметить, что я немного, как всегда, вышла за контур, буквально на миллиметр. И губки сразу выглядят такими пухлыми. Но я сверху еще нанесу помаду. Это увлажняющая у них линейка. Оттенок 204. Она не имеет ярко выраженного запаха. Такой нейтральный. Ну вот. Такой вариант макияжа на каждый день. Ну что ж, подводя итог этого видео, я выделила своих любимчиков. И как раз это те продукты, которые я хотела бы вам посоветовать. На первом месте, разумеется, это будет тени для бровей, от которых я осталась просто в восторге. Они действительно шикарные, прекрасный оттенок. Очень здорово наносятся. Не пылят. И этого рефила, как я уже говорила, хватит надолго. Ну и стоимость у него говорит сама за себя. Следующий продукт, на который стоит вам обратить свое внимание от этого бренда, это скульптурирующая пудра. Очень легкая, не ставит пятен. Он очень невесомый, прекрасно подойдет для новичков. Ну и, конечно же, карандаш для губ, который у меня сейчас на губах. Фантастическое качество. Обожаю бюджетные карандашики. И этот карандаш пополнит мою коллекцию классных бюджетных карандашей для губ. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я всех вас целую, обнимаю. И увидимся совсем скоро. Пока-пока.